Ребят, всем привет! С вами Алекс, это Марвел Битва Чемпионов, и это обзор на 98-дневный календарь. Под видео в прошлом вы сказали, что необходимо сделать обзор. Также на стримах говорили, что посмотрели бы с удовольствием данный обзор. Вот я решил его сделать. Ну и давайте разбираться. У нас будет 14 недель. Этот календарь доступен стал в 3 часа ночи по московскому времени. К сожалению, доступ получили не все. Это был баг от Кобама. Ну, как обычно, в общем. Кобам без багов – это не Кобам. Сами понимаете прекрасно. Они все выяснили, все решили и сказали, что в качестве компенсации они дадут один бесплатный день. То есть у тех, у кого календарь не открылся, он откроется завтра. И у вас все так же будет 105 дней на календаре. У всех остальных, у кого он открылся, получается будет 106. Небольшая несправедливость, но в целом, мне кажется, это допустимо. Могли бы, конечно, что-нибудь скинуть там к Кунтенку, но вроде календарь и так здоровый, так что вроде нормально. Итак, давайте рассматривать, что мы видим. Сверху мы видим первый ряд. Это как раз вот все топовые награды, как считает Кобам. Хотя на самом деле я считаю, что их будет гораздо больше. Ну, вот они решили, что надо вот так вот. То есть они сделали 14, потом через 2 недели, еще 2 недели, еще, еще, еще. И последнее они сделали на неделю раньше почему-то. Вот эту открывашку как раз решили на 91 день. Я думал, она будет на 98, но об этом чуть позже. Дальше мы видим на 1 название, но это, видимо, программный код. Почему они его спрятать не могут, наконец, я не понимаю. Но это реально криворукие программисты Кобама. Ребят, может быть, среди наших зрителей есть какие-то программисты шикарные? Может, напишите в Кобама, предложите свои услуги, что ли? Может быть, лучше дело пойдет, а то что-то как-то совсем плохо, мне кажется. Реально. Идиотство просто. Так, ладно. Переходим к самим неделям. Первая-вторая неделя. Что тут хорошего? У нас есть бусты на атаку на ХП. На атаку и ХП вместе. Это вот как раз 6, 7, 12 дни. Девятый день. Девятый день это осколки пятизвездного кристалла. Ну и в целом, наверное, все. Ну, можно еще жетоны, конечно, выделить. 10 жетончиков. Ну, лучше, чем ничего, согласитесь. Осколки есть трехзвездного кристалла, есть престижка. И вот на пятый день есть кристалл паучьего чутья. 2-4 звезды. Насколько он будет актуален? Не будет вообще актуален. Потому что для всем начинающих он, наверное, будет актуален. Кому нужны двойки. Плюс, ну да, раритет это. Ладно. Но все равно это не актуально. С точки зрения развития это вообще ничего не дает. Поэтому я считаю, что это полный шлаг. На тринадцатый день 6 катализаторов первой категории. Ну, тоже не особо. Для средних игроков. Я уберу за средних игроков где-то людей уже с 5.50 хотя бы, да. Которые прокачались более-менее. Мне кажется, вот это вот средний стандарт. Учитывая то, что есть уже и 5.65, и 4.55, и 6-звездные герои. Поэтому вот так. Переходим к третьей четвертой неделе. Третьей четвертой неделе. Камни тут это все для 3 звезды. А шестнадцатый день это 3 катализатора второй категории. Тоже неинтересно. Тут для меня интересны, наверное, жетоны. Бусты все так же. Осколки 5 звезд. И вот еще есть абсолютный кристалл. Это 3-4 звезды. Ну, более-менее. Ладно уж как-нибудь. Хотя большинству выпадет отсюда трехзвездный чемпион. Поэтому, ну, средний совсем уж. Мне кажется, это тоже не обязательно. Но, как я и говорил, я думаю, что будет очень много хлама. Так и оправдалось на самом деле. Переходим к пятой шестой неделе. Тридцать третий день это абсолютный кристалл людей Икс. Ничего интересного. Престижку нам тут влупили. Базу 3. Фигня полная. Цвет 3. Вот цвет 3 для многих, в принципе, это актуален. Будет. Потому что и для пятерок он используется. Поэтому, ладно, это еще более-менее. Тысяча осколков 5 звезд. 15 жетонов. Это неплохо. Четырехзвездный кристалл. В целом, конечно, неплохо. Но все равно отсюда выпадет какой-нибудь ненужный дубль, я думаю. Поэтому, мне кажется, не стоит. И самое сочное тут. Самое интересное. То, что Кобам, наверное, считает просто самым знаком в этой серии пятой-шестой недели. Золотой пул-кристалл. Один. Один его кристалл. Один кристалл голд пула. Они реально думают, что мы отсюда с одного кристалла вытащим голд пула? Если там шанс, по-моему, одна сотая или одна десятая процента. Это даже где-то до 10 тысяч игроков один будет, кто вытащит. Да? Это просто нечто. Ну, хотя бы сделали, не знаю, ну, 5, ну, 10. Ну, с ты золота отсюда, ну, не получишь ты никак. 2000 золота до этого было. Ну, это серьезно. Ну, это бред. Это просто, я не знаю, Кобам зажрался просто. До другого не скажешь. Ну, это совсем идиотично. Ну, как можно один кристалл голд пула делать? Я не понимаю. Я как увидел, я просто обалдел. Просто Кобам, такой Кобам. Дальше, что у нас? Седьмая, восьмая неделя. У нас есть открывашка четырехзвездная серая. Дальше. У нас есть плюс 5 камней. Вот это, кстати, очень полезно. Даже для топовых игроков. Потому что поднять до максимальной коронки четырехзвездных, чем больше поднимешь, тем лучше. Потому что это будет больше осколков пять звезд. И, соответственно, больше будешь развиваться. Это реально классная тема. Дальше. Что у нас тут еще есть? Есть 1000 осколков пять звезд. Нормально. 20, простите, жетонов. Тоже неплохо. Самое для меня сочное – это три альфы. Альфы прям нужны просто безумно для прокачки пяти звезд. И есть самый главный хлам, как я считаю, на этой неделе. Вот этот вот кристалл. Кристалл называется кристалл восхождения. Эти кристаллы позволяют получить классовый ISO, а иногда даже… пропало. Иногда даже базовый катализатор четвертой категории, классовый катализатор четвертой категории, или альфу первую. Ребят, на самом деле отсюда падает только база. Ой, простите, ISO. ISO. Цветное, базовое, неважно какое. Это просто ISO. В принципе, когда ты доходишь до определенного уровня развития, ISO у тебя копится просто пачками. Оно не нужно. Но вот этот кристалл – это просто издевательство над игроками. Реально люди надеются получить что-то хорошее, а получают отсюда полный шлак. Единицы получают. Я не помню, какой шанс. Тут, честно, не буду врать. Но это просто полная дичь. Это просто полный бред. Я не знаю. Кабам, конечно, просто обалдел, я считаю. Ну и дальше переходим. Вот, начиная где-то с девятой недели, да, начинается все самое интересное. Опять эти 2000 золота безумные. Опять этот усилок. Никому не нужно. Осколки 4 звезды. То же самое. Осколки 5 звезд – это хорошо, да. Что у нас тут еще есть? Плюс 5 коронки 4 и плюс 5 пятерки. Плюс 5 пятерки – это реально хорошо. 25 жетонов. Опять кристалл от восхождения. Опять то же самое. Тоже самое. Чушь. Вот. И вот это вот резко. С одной стороны, это, конечно, хорошо. С другой стороны, почти все получают... Ну ладно, не почти все. Но много игроков получают их за продвижение призывателя. И на самом деле, это не особо актуально. Могли бы уж сделать, я не знаю, какую-нибудь большую оживлялку, что ли. Одиночную, хорошую. Это было бы намного интереснее игрокам, нежели вот этот вот хлам. Ну и самое интересное для меня – это две базы 4. Я считаю, что базовый катализатор четвертой категории – это прямо вот сочно. То есть мы его уже получаем две штучки. До этого мы получали три альфы и теперь его. Я считаю, прямо вот самый сок. Цвет. Ну, цвета, в принципе, я думаю, у всех много. У кого-то в осколках, у кого-то так. Так что с цветом, в принципе, проблем нет. Только, может быть, у начинающих игроков там да. Там еще есть какие-то проблемы. А так, в целом, мне кажется, хлам. Так, 11-12 недели. Уже три классовых катализатора третьей категории. Как раз вот для пятерок. Это очень неплохо. 10 тысяч золота. Смотрите, как они расщедрились. 10 тысяч золота. Прям, я не знаю. Мана небесная какая-то. 10 тысяч золота. Прокачайте всех чемпионов своих просто до максимума за такие деньги. Да вы просто разбогатеете, наверное, в хлам. Вообще просто безумие. База 4 это реально топ. Ну, без шуток. Потом дальше что-то есть. Большой кристалл восхождения. Вот это вот интересная штука. Эти кристаллы. Содержат фрагменты базы 4. Фрагменты класса 4. Редкий шанс. Базовые катализаторы четвертой категории. Классовые фрагменты альфа второй категории. А по-моему, тут еще было база 5. Вообще. Но, видимо, ее сюда не включили. Но все равно. Вот этот вот кристалл в целом неплохой. Если отсюда выпадут не осколки цвета и не цвет, то все остальное реально очень шикарно. Вот это вот просто издевательство на 77 день. Такое красивое число. 77. Которое должно приносить удачу людям. Которое должно доставлять радость. И мы тут что видим? Большой кристалл усиления арены. Один. Я не знаю, как так можно. Один кристалл. Ну, реальный дурдом. Просто. Полный дурдом. Мы на арене 4.6 получаем за арену, по-моему, если я не ошибаюсь, 4 или 5 таких кристаллов. Если собираем все награды. И что нам даст один кристалл? Ничего, по сути. Ну, как есть. Да, тысяча осколков есть. 30 жетонов. Даже две тысячи осколков. 5 звезд. Получается, за этот цикл, за две недели. Потом. Что у нас тут еще есть? Три повышения коронки плюс 5 на 5 звезд. Неплохо. Один на 6 звезд. Один на 6 звезд. Это что-то новенькое. И это реально очень хорошо. Такие люди, как Стас Бицепс, поднимут коронку не были. Это вообще просто нечто. Стасу привет отдельный. И вы не были точно привет. Дальше. Креста усилений военной союза. Вот тут на самом деле очень полезная штука. Потому что это либо регенерация, либо плюс 1 НК, либо неуязвимость. Усилок для войны очень хороший. Ну, и в конце уже этого цикла мы видим альфу. Вторую альфу. Которую нам как раз и обещали. В целом, если так посмотреть на календарь, то для совсем маленьких игроков, которые только начинают, я не знаю, 50-е, 20-е, даже до 40-го уровня, мне кажется, этот календарь просто фантастический. Ребята, посмотрите, сколько отсюда они получат. И это еще мы не посмотрели последние две недели. Но он реально просто супер для них. Для топовых игроков он на самом деле... Ну, вот последние недели, да, классный. Неплохой, назовем это так. А так, конечно, для новичков он прям топ-топ. Ну, и переходим к последние две недели. Последние две недели мы видим, что они просто мега сочные. И сделаю маленькую рекламку. Ребята, во-первых, в поддержку данного видео прошу поставить лайки, подписаться на канал, активнее прокомментировать это видео. Если есть люди, которые хотят проспонсировать мой канал, проспонсировать развитие моего канала, буду рад. Под видео будет возможность проспонсировать. Кнопочка «Спонсировать». Спасибо. Так, и просматриваем данные недели. Тут у нас усиление войны, тоже так же неплохо. Две базы. Один цвет. 35 жетонов. 5 тысяч пятизвездных осколков. Вторая альфа. Уже будет две альфы. Пятизвездная открывашка. Вот она как раз. Кристалл пятизвездных камней пробуждения. То есть, одна классовая будет. Конечно, было бы неплохо еще серую бы, но цветная, конечно, неплохо тоже. Хотя, с другой стороны, найдутся люди, кому это не понравится, потому что мне, вот, например, четыре раза космос выпадал. Я, наверное, этих открывашек открыл за все время, наверное, штук восемь-десять. И выпало четыре космоса. Разнообразие, конечно, просто фантастическое. Ну и дальше мы получаем, что на последней четырнадцатой неделе мы каждый день будем получать по сто осколков шести звезд. Неплохо. Согласитесь. Мне, в принципе, нравится. Давайте подводить итоги. Итак, что мы получим? Мы получим, по-моему, два цвета четвертой категории. Да, два цвета. Пять базы мы получим четвертой категории. Получим большой кристалл восхождения. Оттуда мы можем получить либо базу четыре, это основное, либо цвет четыре, либо альфу вторую. Посмотрим. Три альфы первые мы получаем. Ну, такая мелочь. Одиннадцать тысяч осколков пяти звезд. И семьсот осколков шести звезд. Ну, и, конечно же, мы получаем две альфы вторые, да, и открывашку пятизвездную. Я считаю, что это очень неплохо. Жетоны я не считал. Я думаю, не стоит считать. Скорее всего, это в районе будет ста жетонов. В принципе, неплохо. В общем, получился вот такой вот обзорчик небольшой. Минут на десять, на пятнадцать. Кому нравится, еще раз говорю, ставим лайки. Всем спасибо. До новых встреч, до новых открытий. Всех был рад видеть на стримах. Увидимся. Все. Всем счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok